МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ростов назвали лидером по подготовке к предстоящему футбольному празднику, а саму подготовку к Чемпионату мира провели федеральные чиновники. Большое количество объектов запланировано к воду. По всем ним идет очень активное строительство. Знатоки языка тела в Ростове стартовали отборочные туры для популярного проекта «Танция». Нам очень приятно, что именно в Ростове проходит такой конкурс. Я думаю, что ни в одном городе так не поддерживали, да, своих же. Эффективность проекта «Соцнормы» на электричество обсудили члены общественной палаты и представители пилотных регионов, где уже введена такая система. В Ростове прошел межрегиональный форум по тарифам. Надо будет посмотреть внимательно, как учтены жизненные потребности людей, почему люди говорят, что нам это плохо. Все ли учтено. В эксперимент Донской край вступил в 2013 году. Главный результат – большая часть жителей укладывается в социальную норму и платит за электричество по сниженному тарифу, говорят местные власти. Мы сегодня тариф имеем в пределах соцнормы 3,50. И мы с этим тарифом опустились по тарифам для населения ниже, чем Краснодарский, край Астраханская область, а мы всегда были выше всех. И это как раз тот положительный эффект. И вы знаете, что тариф у нас опять заморожен. Губернатор поручил, нас поддержала Федеральная служба по тарифам, и у нас тариф на 3,50 сохранится до середины 2016 года. Одной из самых больших сложностей стало формирование баз данных потребителей электроэнергии. Своим опытом дончане поделились с коллегами из других регионов. Власти Ростова нашли альтернативу большому метро. Проект трамвайной ветки от Центрального рынка до Северного жилого массива обсудили с представителями Словакской компании. Ее глава Ян Башгонь заявил о готовности не только заняться строительством, но и поиском инвесторов. По предварительным подсчетам общий объем финансовых вложений составит 6 миллиардов рублей. Мы можем говорить или и о китайских деньгах, или и о европейских деньгах. Мы тоже имеем связи с китайскими банками. И будем через, я думаю, три месяца открывать офис в Москве, где будет этот офис как совместное предприятие одной большой, очень крупной китайской инвестиционной банки нашей компании. Проект станет временной заменой метрополитену и должен решить проблему пробок по маршруту Центр Северный. Предполагается, что протяженность ветки составит больше 9,5 километров. Он пройдет по Буденовскому, улице Ларина и проспекту Нагибина. Всего 13 остановок. При этом, подчеркнул Сергей Горбань, об отказе от строительства большого метро речи не идет. Дело за выделением средств из федеральной казны. Пока в федеральной программе стройки нет помощи. Поэтому у нас есть бежать и деньги на проектирование. Мы очень внимательно будем смотреть на то, чтобы не сделать проект и не положить его на полку и забыть. Поэтому мы в такой постоянной динамике ждем, когда будет федеральная отмашка. Кроме трамвайной линии, партнеры из Словакии предлагают строительство одной подземной станции. По расчетам властей, услугами легкого метро в час пик будут пользоваться 10 тысяч пассажиров в час. Строить пассажирский терминал аэропортового комплекса «Южный» начнут в мае. Сейчас круглосуточно расчищают территорию. Подготовку транспортной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в Ростове проверили федеральные чиновники и провели практический семинар. План управления перевозками, требования, рекомендации и лучшие практики. Подробности у Натальи Бешкаревой. Ростов – один из лидеров по подготовке к спортивному празднику, отмечают руководители Федеральной транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу 2018. Перед практическим семинаром они успели побывать на струйплощадках и лично познакомиться с ходом работ. Есть уверенность в том, что Ростовская область справится с подготовкой транспортной инфраструктуры. Большое количество объектов запланировано к воду. По всем ним идет очень активное строительство. Мы видим, какое отношение губернатора, руководства области. Над самым крупным проектом – аэропортовым комплексом «Южный» строители работают круглосуточно. Расчищают территорию, готовят основания для взлетно-посадочной полосы. В мае начнут возводить пассажирский терминал, а в следующем году – подъезды к аэровокзалу. Все 85 мероприятий, которые включены в дорожную карту по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу, наш областной план, они выполняются в четком соответствии с графиком, который разбит по квартально и по месячно. Проблем с финансированием нет. Деньги поступают из всех бюджетных уровней и от инвесторов, добавил первый зам губернатора. Наталья Бешкарева, Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Строительство физкультурно-оздоровительного центра на проспекте Космонавтов завершает к концу года. Об этом стало известно во время объезда городоначальника объектов Ворошиловского района. Пока же все работы в здании приостановлены. Застройщик пожаловался на ресурсоснабжающую организацию, которая, нарушая договор, до сих пор не подала тепло. Вести отделку в таких условиях невозможно, говорят специалисты. Мы найдем решение, или газ приведем, или мы договоримся с Луковым, для того, чтобы это преодолеть. Я вам обещаю, мы на следующей неделе этот вопрос закроем. Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс готов на 90%. По проекту в нем будет оборудован бассейн, три спортивных зала, сауна с комплексом СПА-процедур и магазин спорттоваров. Руководители управляющих компаний не знают жилищного законодательства. Это показал квалификационный экзамен, который уже провалили некоторые претенденты на ведение хозяйства многоэтажек. Напомню, сейчас процедуру лицензирования организации проходят по всей области. Процент непрошедших первый этап выше, чем ожидалось. Успешно с заданием справились лишь те, кто за два часа верно ответили на 86 из 100 вопросов. Они получат квалификационный сертификат и смогут претендовать на получение лицензии. О всех тонкостях процесса с нашим экспертом поговорил мой коллега Эдуард Раткевич. Сегодня в нашей студии заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, с 1 мая 2015 года управляющие компании не смогут работать без лицензии. И согласно изменениям в законодательстве ЖКХ, все управляющие компании должны получить в Государственной жилищной инспекции специальную лицензию на продолжение работы. В связи с этим вопрос, как процедура лицензирования непосредственно будет происходить? Я хочу сказать, что процедура лицензирования формально уже началась. В Ростовской области приняты все нормативно-правовые акты, которые касаются вопросов лицензирования. И в настоящее время мы начали принимать квалификационные экзамены у руководителей и должностных лиц управляющих компаний. Собственно, эта процедура состоит из двух этапов. Первый этап – обязательная сдача квалификационного экзамена на знание жилищного законодательства. И второй этап – рассмотрение заявления соискателя лицензии на получение лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Существует ряд требований, которым должна отвечать управляющая компания. И мы как раз-таки будем заниматься проверкой соблюдения соответствия соискателя лицензии этим требованиям. Павел, скажите, пожалуйста, по каким критериям будут отбирать подходящие добросовестные управляющие компании? В жилищном кодексе установлен перечень обязательных требований лицензионных, которым должен соответствовать соискатель лицензии. И которые мы будем проверять на этапе проверки документов на получение лицензии. Прежде всего, это регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации. Иностранные юридические лица лицензию на управление многоквартирными домами не получат. Второе лицензионное требование – это отсутствие у руководителя управляющей компании не снятой или не погашенной судимости за преступления в сфере экономики, и преступления средней тяжести тяжкие, особо тяжкие. Третье лицензионное требование – это отсутствие сведений о руководителе управляющей компании в реестре дисквалифицированных лиц. Существует административное наказание в виде дисквалификации. И вот если руководитель управляющей компании подвергнут этому административному наказанию, и соответствующие сведения внесены в реестр дисквалифицированных лиц, то такая компания тоже не получит лицензию. Следующее требование – это отсутствие сведений об управляющей компании в реестре лицензии, об аннулировании лицензии. Но это требование будет применяться уже в последующем к тем компаниям, которые уже получили лицензию. И, наконец, еще одно требование – это соблюдение управляющей компании, требование законодательства к раскрытию информации о своей деятельности. Насколько я знаю, 5 февраля первые управляющие компании области получили уже квалификационные аттестаты, и теперь могут претендовать на получение непосредственно лицензии на управление многоквартирными домами. Вот скажите, пожалуйста, если не проходят они компании этот экзамен или директоры, что происходит дальше? Когда они могут повторить или не могут повторить? Что касается сдачи экзамена, то должностные лица управляющих компаний могут в любое время пересдать этот экзамен. Запреты в законодательстве не установлены. Но дело в том, что у нас ограниченное время на всю процедуру лицензирования. Лицензия должна быть, как вы правильно сказали, получена в управляющей компании до 1 мая. После этого уже нельзя будет осуществлять деятельность без лицензии. Но и обратиться за получением лицензии управляющая компания должна не позже 1 апреля. Поэтому чем дальше будет оттягиваться момент сдачи руководителям управляющей компании квалификационного экзамена, тем больше риск, что он так и не сдав экзамен, не сможет обратиться за получением лицензии. Потому что наличие квалификационного аттестата является обязательным условием для получения лицензии на управление многоквартирным домом. Сколько всего компаний управляющих существует и сколько уже сдали экзамен? По нашим оценкам в Ростовской области более 350 компаний, которые обратятся за получением лицензии на управление многоквартирными домами. В настоящее время экзамен сдали порядка 300 должностных лиц, работников управляющих компаний. Не все из них директора. Но мы полагаем, что до 15 февраля основная масса директоров управляющих компаний сдадут этот квалификационный экзамен. Кстати, в Ростовской области достаточно высокий процент не сдавших квалификационный экзамен. У нас в настоящий момент 21 должностное лицо не сдали квалификационный экзамен. Этот процент, не сказать, что он очень высокий, но говорит о том, что не все должностные лица управляющих компаний знают то, с чем приходится каждый день заниматься. Отсюда, в том числе и отсюда, обращение граждан о ненадлежащей деятельности управляющих компаний. Потому что многие должностные лица компаний попросту не знают требований законодательства и в своей деятельности допускают нарушения. Ну вот непосредственно сам экзамен из чего состоит, какие там вопросы, так хотя бы вкратце обрисуйте. Всего 200 вопросов. Они утверждены приказом Минстроя России, находятся в свободном доступе. Это вопросы, которые касаются повседневной деятельности управляющей компании. Прежде всего вопросы, связанные с предоставлением коммунальных услуг, с качеством коммунальных услуг, которые должны представляться в дом. Конкретные вопросы, касающиеся предоставления услуг по содержанию, ремонту общего имущества. Технические вопросы, связанные с характеристиками инженерных систем, которые имеются в доме. В общем, весь спектр вопросов, связанных с управлением, с надлежащим содержанием, управлением жилищным фондом. Вы говорили, что не только управленцы сдавали экзамен, но и, скажем так, обычные граждане. Для чего им этот экзамен? Вы знаете, работая в государственной жилищной инспекции, я прихожу к такому выводу, что жители Ростовской области, поскольку жилищно-коммунальная сфера касается нас ежедневно и каждого из нас, они живо интересуются вопросами ЖКХ. И у нас все больше и больше появляется активных собственников, которым не безразлично, что с их общим имуществом и вообще, как оно должно управляться, как оно должно содержаться, каково должно быть качество услуг, поставляемых в дом. И поэтому многие простые жители хотят проверить свои знания в этой сфере. Да я думаю, что многие из них, может быть, считают, что в будущем они будут заниматься этим бизнесом, а получение квалификационного аттестата, как я уже сказал, это обязательное условие для того, чтобы управляющая компания получила лицензию на осуществление предпринимательской деятельности. Поэтому заранее готовятся, возможно, к своей будущей деятельности. Квалификационный аттестат выдается на время, срок его действия 5 лет. То есть в течение этого времени нужно создать управляющую компанию? Можно. Можно создать. Некоторые просто для себя сдают экзамен, чтобы убедиться в своих знаниях, проверить себя еще раз. Может быть, есть некий элемент недоверия к формуле проведения этого экзамена, и люди таким образом хотят для себя проверить, посмотреть, как это происходит, как это организовано, все лечит. Интересно. Если вкратце, могу вам рассказать о том, как сдается экзамен, где он сдается. Экзамен сдается в форме компьютерного тестирования. 200 вопросов. Путем случайной выборки каждый претендент получает тест индивидуальный из 100 вопросов. За два часа он должен ответить минимум на 86% вопросов правильно. Тогда экзамен считается сданным. Сдается экзамен в специально оборудованном компьютерном классе, в котором находятся во время экзамена только те, кто претенденты на сдачу экзамена, экзаменуемые, и члены лицензионной комиссии, которая, собственно, и отвечает за приемы квалификационного экзамена. Никаких подсказок, пользования какими-либо гаджетами, нормативной литературой невозможно. Только твои знания и компьютер. Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то так называемый черный список управляющих компаний, которые точно не получат лицензию? Вы знаете, как такового черного списка нет. Дело-то в другом, что те управляющие компании, которые ненадлежащим образом занимаются управлением своими многоквартирными домами, ведь исправить ситуацию в одночасье нельзя. И один из главных критериев оценки на стадии лицензирования – это проверка соответствия управляющей компании, как она соблюдает стандарт раскрытия информации, как она информирует собственников о своей деятельности в разрезе каждого многоквартирного дома, который находится у него в управлении. Это и сведения о выполняемых работах в доме, сведения о стоимости этих работ, отчеты управляющих компаний. И вот те управляющие компании, которые ненадлежащим образом осуществляют эту деятельность, они же и не раскрывают, соответственно, эту информацию. Поэтому эти компании заведомо рискуют получить отказ в выдаче лицензии, поскольку не будет этих сведений на сайте реформа ЖКХ, на сайте управляющей компании, а также, что немаловажно, в офисе управляющей компании. Ведь собственники зачастую даже не знают, что управляющая компания должна раскрывать информацию о своей деятельности, и эта информация должна быть в открытом доступе в помещении управляющей компании. Каждый собственник может и должен знакомиться с этой информацией. И вот те компании, которые в своей повседневной работе допускают эти нарушения, они же, собственно, рискуют не получить лицензию. Но наша задача состоит не в том, чтобы определить какой-то черный список и задаться целью не выдать лицензию управляющим компаниям. Наша задача состоит в том, чтобы на рынке управления многоквартирных домов остались управляющие компании, которые четко отвечают лицензионным требованиям. И в том числе процедура лицензирования, по моему убеждению, является тем побуждающим моментом, который должен переломить ситуацию на рынке управления, изменить саму управляющую компанию, ее подход к своей деятельности, а самое главное – ее отношение к людям. Одним из главными оценщиками работы управляющих компаний все-таки являются жильцы домов. Скажите, в связи с этим, могут ли жители куда-то обращаться для того, чтобы в конечном счете лишить, например, лицензии управляющую компанию? Может ли такая ситуация вообще быть? Такая ситуация, безусловно, может быть. Но сейчас я хочу обратить внимание вот на что. Те управляющие компании, которые будут к нам обращаться за получением лицензии, должны знать, и мы об этом их предупреждаем, что собственник каждого дома, в отношении которого управляющая компания будет заявляться на получение лицензии, собственники будут нами информироваться о том, что управляющая компания заявилась за получением лицензии. И законодатель предоставил людям право на своем общем собрании принять решение о расторжении договора управления с управляющей компанией. То есть на этапе лицензирования люди могут на своем общем собрании принять решение, хотим ли мы дальше продолжать сотрудничать с этой управляющей компанией, независимо от того, есть ли какие-то основания для применения мер административного воздействия компании. То есть законодатель дал людям право на этапе лицензирования принять решение, хотим ли мы дальше работать с управляющей компанией. Но и в дальнейшем, когда компания получит лицензию, безусловно, обращения граждан, которые касаются ненадлежащего исполнения управляющей компании своих обязательств, будут для нас являться основанием для проведения проверок в отношении управляющей компании. И законодательством предусмотрено, что если в течение года управляющей компанией не будет выполнено два предписания государственной жилищной инспекции в отношении управляющей компании за ненадлежащее осуществление деятельности по дому, то информация об этом доме будет исключена из реестра лицензии Ростовской области, ну а попросту управляющая компания лишится права управления этим многоквартирным домом. И если таких домов, в общем количестве домов, которые есть в управлении управляющей компанией наберется более 15%, то это является условием для принятия решения об аннулировании лицензии управляющей компании. Поэтому после того, как управляющая компания получит лицензию, мне кажется, управляющие компании еще более качественно должны подходить к осуществлению своей деятельности, потому что теперь они рискуют утратить право вообще заниматься этим бизнесом и уйти с рынка при ненадлежащем подходе к управлению многоквартирными домами. Павел, спасибо, что пришли. Танец живота, хип-хоп и танго на одной сцене. В Ростове началась борьба за титул лучшего танцора региона. Участники сражаются не только за призы, но и за возможность продемонстрировать свой талант на большой сцене в Москве. Чем южане поразили столичных профессионалов, узнала Анна Глебова. Важен не стиль танца, а его исполнение. Отборочный тур проекта «Танцы в Ростове» в таком формате проходит впервые. 50 молодых и креативных хотят доказать всем, они достойны представлять Донской регион на главных соревнованиях в Москве. На юге этот конкурс ждали давно. Местные знатоки языка тела не раз привозили домой кубки и медали международных соревнований. У нас есть в Ростове чемпионы мира, чемпионы Европы по различным танцевальным направлениям. Очень здорово, что в нашем городе проходит такое мероприятие. И сегодня и еще несколько туров мы будем смотреть на самых талантливых танцоров нашего города. В жюри те, кто уже завоевал любовь всей страны. Любимицы проекта «Танцы» на ТНТ Анастасия и Виктория Михайлец теперь сами заседают в жюри. Лучших без внимания не оставят, обещают сестры. Очень неожиданно, что в Ростове так поддержал вообще проект «Танцы». Нам очень приятно, что именно в Ростове проходит такой конкурс. Я думаю, что ни в одном городе так не поддерживали своих же. Строгие судьи оценивают не только технику исполнения, но и способность вжиться в образ. Жанна Понарина и Кристина Кулакова представляют направление «Модерн». Философский танец на тему борьбы добра со злом обстановку накалил до слез. Я просто весь этот танец, я его полностью пережила. Из 50 заявленных номеров в следующий этап пройдут только 5. Отборы будут продолжаться в Ростове еще несколько недель. Анна Глебова, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале и заходите на наш портал rostovlive.ru. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова